Думали избавились от меня? Нифига подобного, я снова здесь. Ну ладно, я на самом деле не на неделе в логах, я так, а мелкой пробежкой, скажем так. А у нас сегодня с вами крайне насыщенный день. Во-первых, у моего брата сегодня день рождения. Еееей! Сегодня мы поедем его поздравлять. Мальчик исполнил 16 лет. Всё, мальчик вырос, недавно мне было 16 лет. Но я уже не тот фреш, который была в 16. Шучу, я ещё лучше. В общем, сейчас мы с вами едем на презентацию, которую проводит компания Ларош Позе и Вагаларов Клаб Эстейт. Там очень красиво, поэтому я вас нереально хочу туда взять. Мы с вами там были много лет назад, ну как где-то 2, наверное, года назад на презентации Гарнье. Мы там играли в гольф, наслаждались природой. Честно, я не помню, я снимала влог оттуда или нет. Вот серьёзно, вообще я вылетела из головы. Но сегодня мы с вами там снова побываем, в общем. И уже после этого поедем поздравлять брата. Сразу хочу сказать в начале влога, вас ждёт скидка в 15% на официальном сайте Ларош Позе и по промо-коду Кейт Лайн с 8 июня по 15 июня. Заходите обязательно в инфобокс, переходите по ссылке, вводите промо-код и получайте 15% на все позиции, на которые вы захотите, в принципе, купить. Вот, просто они редко очень делают скидки, я их попросила сделать для своих подписчиков и тадам! Я уже собралась, я уже надела пол, потому что мы с вами едем играть в гольф. Соответственно, там будет ветрено, потому что на улице сегодня опять плохая погода. Ну, ладно, какая уже кому разница? Уже лета просто не будет, я уже перестала худеть, ну, окей. Там просто сзади на диване бардак, поэтому я не хочу показать, как я выгляжу, потому что там реально там не лучше не стоит. В общем, поехали. Только посмотрите, насколько здесь охренительно красиво. Где-то даже по-другому, я не буду даже по-другому говорить, потому что это правда. Сейчас я дорогу перейду, чтобы меня Мерседес как бы не сбил. Вы только посмотрите, какой это шикарный особняк. Ой, я хочу здесь жить. Ну, губа как бы не дура всегда была, мне и слайд мама с детства говорила. Ну, в общем, посмотрю, что сейчас там будет. Вы только посмотрите, кого я встретила. И я тут такая, знаешь, как петух, которого застукали зачем-то. Кто-то кушает, кто-то кушает. Кто-то уже поел. А кто-то хочет кушать, я ещё не завтракаю. Я хочу жить в таком доме. Мне мама с детства говорила, губа не дура. Нет, я имею в виду по стилистике, по стилистике. Вот это вот, это вот, наверное, моя мечта. Усадьба Екатерины. Нет, усадьба это когда светлое, всё такое противно. Это вот именно английский стиль. Нира носит горячие напитки. Из тебя вышла бы плохая официантка. Поэтому из меня она и не вышла. Я буду озвучивать свой влог и параллельно твой, да? Да. На большом воздушном шаре. Тебе пишут, что ты любимый блогер. Но в то же время ты блогер-ша. Это как-то немножко... Сексизм, да, попахивает? Что-то такое, да. Типа фотограф. Фотограф, он как бы универсальный вообще. Да, а тут... Фотограф-ша. Фотографиня. Фотограф-ша. Это самый холодный мульфар. Как вы думаете, я хочу это? Нет, ты это не хочешь. Отдай печенье. Ма-а-а! У тебя чай. И что? И печенье. Печенечка. Патя, ты мне окажешься как туберкулезный какой-то? Можно очередь разогонять в магазин. Катя хотела собаку Товараш, позадали собаку У тебя, пёсик, какой сладкий Купила я тут шариков чуть-чуть сзади Потому что, ну а что ещё дарить? Вот я поняла, что на дне рождения надоедает дарить какие-то букеты Потому что их ставить некуда, если букеты это нужно дарить с вазой А если дарить мужчинам, то мужские букеты лично для меня выглядят странно Поэтому я стала всем сразу дарить резко шарики Вот, шарики все так месту, о них люди забывают Их реже намного дарят, поэтому людей они гораздо больше радуют Но так как у меня день рождения у брата, я решила скомбинировать чёрный с белым И с таким странно золотистым оттенком шарики Ну не знаю, надеюсь, что понравится Сейчас заехала в торговый центр за тортиком Заодно мы здесь переменёмся с Димкой Моя еда, моя еда Стой, 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 стой Сэм, фу, фу, сэм Старичок Вот у этого человека сегодня день рождения, день рождения Ген, ну пойдём День рождения Грустный праздник А ты улыбнись, 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 проказник С днём рождения тебя С днём рождения тебя Зато хоть я буду спустя года, помню, как ты выглядишь в 16 лет, ты же меняешься, блин, с каждым днем Ты мой пупсичек Любимый кот, 17 тебе в этом году уже Ты проезжаешь и разбиваешься По-моему, все будет Ко мне тут пришло... Ко мне тут пришло животное полежать чуть-чуть Просто привет Пёс Пёсик Господи Вот знаете, то самое чувство, когда что-то пошло не так, и когда ты резал лук, ты просто вся обрыдалась Это какой-то ужас, это какой-то лук, который очень сильно не хотел погибать Ужас Оооо, аж больно Готовлю без строганов, и это обходится мне какими-то просто жуткими слезами Никогда в жизни такого от лука не было, чтобы я прямо стояла и рыдала Обычно как-то помогает, вот, ну, если холодной водички, в принципе, налить лук, в этот момент резать Вообще просто по нулям Я стою, глаза красные, как будто реально ревела очень-очень долго Ужас, просто пошла дальше готовить вообще я без строганов Итак, без строганов готов Ой, ну, конечно, теперь камера запотела Осталось сейчас приготовить себе макарошки, можно будет обедать Всем доброе утро еще раз У меня сегодня супер милая повязка с ушками, которую я заказывала на сайте iHerb Ссылочка, если что, я оставлю внизу Сегодня у нас с вами уже следующий день после дня презентации от Ларош Позаи То есть сегодня среда у нас получается Я вообще решила, что, наверное, не буду делать влоги так вот каждый день, как мы делали на прошлой неделе Но если, допустим, мне вот хочется снимать, я лучше это потом буду комбинировать и выкладывать В общем, не знаю, я еще пока что над этим думаю, потому что я знаю, что вам нравятся влоги Да и на самом деле я уже приучила себя снимать каждый день Вот, поэтому, может быть, просто влог будет выходить, например, там раз в два дня Не знаю, там раз в три дня Ну, все равно каждую неделю В общем, что-нибудь придумаем, потому что все равно бьюти-видео я так или иначе хочу делать Мне самое главное не нравится Я понимаю, что многие уже больше хотят видеть лайфстайл Никто особо уже не интересуется бьюти, судя по просмотрам Вот, но, блин, не знаю, мне просто нравится бьюти В общем, сегодня просто домашний супер день, поэтому не буду очень много снимать Фото вчерашней презентации, хотела вам рассказать кое-что поподробнее просто Вот, кстати, продукты, которые вчера презентовали Радула Рош Позе Вот это самый интересный продукт Давайте сначала, наверное, начнем тогда с этого В общем, автоматирующий получается гель-крема 50+, ну, защита 50+, технологии Я не буду вот даже вам пытаться это объяснить Разработанный специально для фотозащиты чувствительной и проблемной кожи Вот, то есть вы там можете мазать на лицо Если у вас, к примеру, забиваются поры от солнцезащиты То вот, по идее, с этим средством, к примеру, прыщиков у вас не должно возникнуть Но давайте немножечко побольше поговорим про суперскую вещь, которую они презентовали Ее можно получить бесплатно на сайте Ларош Позе Эту вещь можно получить бесплатно на сайте Ларош Позе Соответственно, если вы там зарегистрируетесь Перейдете по ссылке внизу, зарегистрируетесь, получите эту вещь бесплатно Если вы купите, по-моему, от 2000 рублей То бесплатная будет доставка на эту вещь Если вы ничего не хотите покупать, тогда вы просто заказываете эту вещь И уже только оплачиваете доставку к себе, насколько я помню, в город Этот стикер можно использовать для детишек В общем, что это такое? Это UV-стикер от La Roche-Posay. Фишка в том, что UV-стикер представляет собой прозрачный стикер, который можно наклеить на любой участок кожи, размера. Размер стикера составляет 1 квадратный дюйм, толщина 50, но это не важно. В общем, фишка в том, что стикер содержит следующее чувствительные пигменты, которые меняют свой цвет под воздействием моих лучей, указывая на текущий уровень солнечного излучения. Он измеряется, по-моему, от 1, где-то, наверное, до 15. Вот, ну, до скольки, точно не буду врать. Но фишка в том, что здесь вы клеите, получается, UV-стикер, скачиваете приложение на iPhone. Ну, а дальше я, наверное, вам лучше покажу. Итак, программа определила, что у меня ультрафиолетовый индекс сейчас в помещении единиц, судя по всему. 20 – это температура на улице. И вообще, очень удобное приложение. Оно вам будет напоминать, когда нужно восполнить защиту. Ну, в том плане, что на массе с вам защитным кремом. Видите, то есть у меня следующий сканирование через 29 минут. Более того, это очень удобно для детишек. Чтобы приучить их, почему именно нужно обязательно использовать солнцезащиту, даже в условиях того, когда, к примеру, пасмурно, это им, допустим, будет намного интереснее. Вот расскажите мне, пожалуйста, вы вообще пользуетесь солнцезащитой? И как часто? Или только вот из разряда? Только в отпуске? Или я всегда пользуюсь там в городе? Вот ответьте, пожалуйста, в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!